Сейчас вы узнаете, как спиннеры стали бестселлером и оказались в пятерке популярных запросов на порно-сайтах, как спиннер помогает исполнить жизненное предназначение и при чем здесь аутисты. Йоп! Ян! И вы тоже так сможете! Особенно те, кто получил от меня топ-лисбоксы. Как я так делаю, я расскажу. Я прикрепил спиннер двусторонним скотчем к пальцу. Не подумайте, это не я придумал, нет, это слишком необыкновенная для меня идея. Для тех, кто не в курсе, это спиннер. По-русски значит волчок. Все верно, вставляешь в него карандаш и вот тебе почти волчок. Эти игрушки стали популярными весной. 10 мая, как утверждает Порнхаб, именно тогда началась массовая истерия. В этот день на Порнхаб набралось 2,5 миллиона запросов. То есть люди вбивали в поиски слово «спиннер» в надежде найти порно с его применением. Это пятое место в рейтинге популярности за месяц. Спиннеру не под силой было обогнать только 4 классических запроса. Блоу-джоб, анал, азиатки и блондинки. И как говорится, был бы спрос, будут и предложения. А это список бестселлеров среди игрушек на Амазоне. Спустя 10 дней здесь выложены все бестселлеры. Их 20 позиций. И только 2 из них не спиннеры, а остальные все спиннеры. На Алиэкспресс 74 345 предложений. Сейчас все забито спиннерами. Они мелькают в руках у прохожих, их продают в метро. В ютюбе со всех сторон летят распаковщики и трюкачи. А мелкий рэпер Мэтт Окс высекает свек из подшипников. Сложно было устоять, я выбрал классические. По сути, спиннер это обыкновенный шариковый подшипник, как в скейтборде или самокате. От него симметрично отходят лопасти с утяжелителями, чтобы отвести большую часть массы спиннера как можно дальше от оси вращения подшипника. Такое расположение увеличивает момент инерции, и за счет этого спиннер крутится долго. Ну, а если вам нравится физика, то спиннер это детская версия гироскопа, и с его помощью можно доказать вращение нашей планеты. Правда, придется раскрутить спиннер так, чтобы он вращался хотя бы 30 минут. Дима Побединский отлично рассказал об этом в своем выпуске «Спиннер с научной точки зрения». Ссылку я оставил в описании. При этом играть со спиннером совсем несложно. Зажимаешь его между указательным и большим пальцем, вращаешь лопасти. Он постоянно пытается отклониться от горизонтальной плоскости, одновременно вращаясь вокруг своей оси и вертикальной. Из-за этого игрушка как бы дрожит и пытается вырваться из рук. Но это приятные ощущения. И удержать спиннер совсем несложно, даже вот одним пальцем. А вот крутануть спиннер за спиной, а потом отбить его ногой и поймать его рукой – уже высокий левел. YouTube полон видео с трюками, и такое складывается ощущение, что спиннер создан забавой ради. Но если обратить внимание, то полное название этой штуки – фиджет спиннер. В английском слово «фиджет» означает беспокойство, нервозность. Когда человек не может сидеть спокойно, просто так, а постоянно дергается, ерзает или покачивается. Производители спиннеров обещают помочь с этими расстройствами. В описаниях заявляют, что со спиннером легче сосредоточиться и даже бросить курить. Что спиннер снимает стресс и тревогу, делает умнее, не дает вам уснуть и помогает сфокусироваться. И даже будет у вас спящего гения. Помимо этого, продавцы указывают расстройства, при которых показан спиннер. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутизм и посттравматический синдром. Столько пользы за пару долларов. Но так ли это на самом деле? Пока я оформлял заказ, вспомнил слова Дона Дрейпера из «Безумцев». В самом начале сериала он объяснял. Реклама строится на одной простой вещь – счастье. Реклама спиннеров тоже туманно обещает счастье, перечисляя медицинские термины. Также хорошо подходят слова Дэвида Брукса в книге «Бобо в раю». Общественные нормы поощряют удовольствие, полезные для тела, души и интеллекта. А бесполезные или вредные – порицают. Вместо того, чтобы курить в самолете, как это делали люди 20 века, сейчас курение считается грехом более тяжким, чем 5 из 10 заповедей. Таблетки для ума набирают популярность, потому что стимулируют активность мозга. А алкоголь больше не в фаворе, поскольку притупляет остроту восприятия. Все, что мы делаем, должно служить жизненному предназначению, суть которого – в личностном росте и самосовершенствовании. Не потому ли вы включили это видео вместо какого-нибудь летсплея или DIY? По свежему опросу понятно, что больше всего молодые россияне боятся не реализоваться в жизни, а в приоритете у них – ценности личного развития. Выходит, продавцы спиннеров присваивают сомнительные качества, выходя на всеобщем тренде самосовершенствования. И это работает. Знаете, вот у многих бывает такое, что ночью ты доделываешь работу и винишь себя, что днем разгреб бардак, попереписывался с друзьями, прочитал пару умных статей и позвонил родственникам, а вот работу так и не закончил. Сделал кучу всего, но не работу. Синдром гиперактивности и дефицита внимания как бы налицо вроде как. Но так ли это? Возможно. Но, скорее всего, нет. Ведь синдром дефицита внимания или СДВГ есть только у 6% детей и у 3,5% взрослых. Да и вообще, как тут могут помочь спиннеры? Для начала давайте посмотрим, что такое синдром дефицита внимания. Посмотрите. Этой девочке сложно сосредоточиться. Она постоянно меняет точку внимания. При этом у нее ярко выраженное беспокойство. Хотя это просто обычная ламповая беседа с психологом, который сидит напротив. Это первый тип СДВГ. И он связан с невнимательностью. Но есть еще и второй. Он связан с гиперактивностью и импульсивностью. Но и есть еще и третий. Он связан и с тем, и с другим одновременно. Посмотрите на этих ребят. Им сложно сосредоточить внимание на одном деле. Им постоянно приходится отвлекаться. Сложно сидеть прямо и не ерзать. Сложно писать, читать и делать домашние задания. Лекарства от СДВГ не существует. Да и чем он вызван, тоже до конца непонятно. Детей с диагнозом отправляют на сеансы поведенческой терапии и трансцендентной медитации. Кстати, я тоже ее прошел. Это отличная вещь. Рекомендую. Очень прокачивает концентрацию. Но этим детям также прописывают и стимуляторы. И самый популярный из них амфетамин. Угу. Нет, не в России. Вроде бы странно стимулировать гиперактивного человека. Но только так в мозгу поднимается уровень дофамина и норопенифрина. А эти нейромедиаторы улучшают внимание. Продавцы спиннеров предлагают нам игрушку, с которой якобы уходит лишняя энергия. И это якобы доказано учеными. На самом деле, исследование спиннеров еще не проводилось. Дело это дорогое и долгое. Но есть два других эксперимента, где дети с СДВГ лучше справлялись с заданиями, ерзая и покачиваясь. Также хорошо помогает сосредоточиться хождение взад-перед по комнате. Но это крупная моторика. Моторика, когда двигается все тело. Со спиннерами же нужна мелкая моторика. Да и двигатель-то в основном игрушка, а не тело. Врачи говорят, да, кому-то спиннеры могут и пригодиться. Но большинству только помешают собраться с мыслями. Да и нет здесь ничего научного. Истинное достоинство спиннера. Новизна, дешевизна, простота и возможность делать трюки. Также с его помощью можно записать технотрек и даже попробовать что-нибудь новое в постели. Спиннер можно выстричь на голове, наклеить на ногти, выпечь из теста, покрутить в приложении, выпилить из айфона. Если кажется, что приложение это уже недостаточно хардкорно, можно выпустить собственную модель, как Ким Кардашья. А можно просто дать спиннер кошке, собаке или орангутангу и снять видео. По сути спиннер бесполезная штука, которая вряд ли поможет с проблемами в голове. Но стоит признать, штука классная и заставляет пораскинуть мозгами. Играйте с ней в свободное время, но не питайте иллюзий, а проверяйте факты. Для этого я, как обычно, оставил все пруфы в описании. Также я побывал в шоу Максона и мы там много шутили, там была дружеская, вот прям по-настоящему атмосфера. И не воспринимайте всерьез, что мы там говорим. И передаю привет тем, кто получал от меня коробочку с подарками, в которую я вложил спиннеры. Я это сделал, потому что вы все равно бы купили спиннеры, а не потому что считаю вас аутистами. Прокачивайте свои мозги. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok